Расстрелял из своего автомобиля пешехода, я уж не знаю, что он там не поделил. Действием господина Плеева является Талгат Тажудин. Люди обеспокоены вот этой активностью господина Плеева, потому что его как бы бэкграунд и вообще то, кем он является, как-то очень сильно диссонирует с тем, чем занимается вот это прославленное и по праву уважаемое предприятие Пышка. Мусина, по всей видимости, не знает о ситуации с задолженностью. Мусина, по всей видимости, не знает о решении арбитражного суда. И вот это уже факт того, что господин Плеев действительно вступил в некие взаимоотношения с госпожой Мусиной и ее холдингом Пышка. Вообще я не планировал заниматься анализом малого, среднего и большого бизнеса в республике Башкортостан. История и тема для меня это достаточно чуждая. Тем не менее, мы в предыдущей программе анонсировали свой интерес к истории вокруг крупной кондитерской компании Пышка. К нам действительно обратилось некоторое количество людей с просьбой разбираться, расследовать эту ситуацию с господином Плеевым. Я писал на прошлой неделе небольшую даже статью на эту тему, небольшое расследование. Собственно, это расследование свелось к тому, что по отзывам, данным, которые нам присылают и по свидетельству людей, непосредственно участвующих в этих всех процессах, некий господин Плеев стал занимать какую-то странную позицию в отношении этого холдинга Пышка. Декларирую себя то компаньоном Росимы Асгаровны Мусиной, то совладельцем Пышки, то каким-то старшим или младшим партнером. Это все вносит какой-то совершенно раздрай в ситуацию. Дело в том, что у Пышки очень много подрядчиков, очень много поставщиков. То есть довольно большой круг людей, фирм, компаний, бизнесов вовлечены в работу этого крупного предприятия, люди обеспокоены вот этой активностью господина Плеева, потому что его как бы бэкграунд и вообще то, кем он является, как-то очень сильно диссонирует с тем, чем занимается вот это прославленное и по праву уважаемое предприятие Пышка. Я уже писал о том, что господин Плеев, начиная с 2000 года, вот уже 19 лет, постоянно упоминается в криминальных хрониках. То есть в 24 года, в 2000 году господин Плеев был осужден за вымогательство. В 2009 году участвовал в каком-то странном инциденте на улице Авроры, когда расстрелял из своего автомобиля пешехода. Я уж не знаю, что он там не поделил. Расстрелял он его из травматического оружия. Этот инцидент был с трудом замят тестем господина Плеева. А тестем господина Плеева является Талгат Таджудин. Напомню, что Руслан Магомед Баширович Плеев женат на дочери Талгата Таджудина на Иле. У них шестеро детей. И не знаю, может быть, это несколько останавливает уважаемого религиозного деятеля от полной анафеми своему зятю. В тот момент, когда произошла эта стрельба на улице Авроры, Таджудин очень помог своему зятю и фактически вывел его из-под удара. В том же 2009 году господину Плееву предъявлены существенные претензии за неуплату налогов. В 2010 году брат Руслана Плеева, Башир Плеев, арестован за разбойное нападение на склады мука, сахар. И вокруг самого господина Плеева тоже были некоторые действия. В 2015 году господин Плеев обвиняется в мошенничестве. В его доме проходят обыски, выемки документов и так далее. В 2016 году снова дело о мошенничестве, которое было инициировано госпожой Качкаевой. Дело о какой-то взятке, какая-то прослушка. Какие-то попадали в эфир материалы о том, что Плеев с товарищем пытаются какую-то взятку дать чуть ли не самому Елалову. В общем, настолько мутная и криминальная личность. Никто не может понять, каким образом он вообще взаимодействует с уважаемой бизнес-леди Арсимой Асгаровной Мусиной. Каким образом господин Плеев относится к Пышке, хотя он никак юридически к ней не относится. Вот это все очень обсуждается. На первом этапе я, конечно, недоумевал и, собственно, это и констатировал. Я попросил ответить на вопрос, какое отношение господин имеет к Пышке, является ли он совладельцем, хотя по доступным публично данным он не является ни учредителем, ни совладельцем холдинга. Но за дни, последовавшие после этой публикации, я получил еще одну очень интересную информацию. Она не очень доступна публично. Тем не менее, не является никакой персональной или еще как-либо особо охраняемой, потому я придаю эту историю огласке. 30 августа 2016 года ООО «Сегмент Плюс», принадлежащий господину Плееву, по решению арбитражного суда было обязано передать обратно Управлению земельных и имущественных отношений города Уфы арендованный участок ввиду того, что образовалась существенная задолженность по аренде, господин Плеев эту аренду не платил, арендовал участок и не платил. Оказалось бы, вопрос понятный и простой. Ну, есть долг, есть решение суда, нужно вернуть. Нет. Плеев землю не возвращает, долгов не платит. Более того, 1 ноября 2016 года он регистрирует право собственности на недостроенные объекты на этом участке. А напомню, это право можно зарегистрировать, даже если ты выкопал небольшую ямку и забил туда одну сваю, например, да, или залил там часть фундамента. Это уже недострой по закону. Уже 30 ноября 2016 года Плеев передает эти объекты, недостроенные своей жене, Наиле Тажудиновой. И 23 мая уже 2017 года жена Плеева Тажудинова Наиля Талгатана продает участок с недостроенными объектами ООО «Губадия», который в свою очередь принадлежит непосредственно Рассимея Асгаровне Мусиной. Мусина, по всей видимости, не знает о ситуации с задолженностью. Мусина, по всей видимости, не знает о решении арбитражного суда. И вот это уже факт того, что господин Плеев действительно вступил в некие взаимоотношения с госпожой Мусиной и ее холдингом «Пышка». Я не очень понимаю, зачем нужен этот участок госпожи Мусиной, но, видимо, нужен. Может быть, там планировалось строить какие-то, значит, новые там объекты для «Пышки». Я не знаю, может быть, это склады, может быть, это производственные помещения, а, возможно, и торговые. Но вот факт подобного бизнес-заимоотношения, по-моему, более чем наглядно иллюстрирует подходы господина Плеева к бизнесу, подходы господина Плеева к сотрудничеству с Рассимой Асгаровной Мусиной. Напомню, что в последнее время Рассима Асгаровна достаточно длительные периоды времени отсутствовала в республике. Дело в том, что дочь ее, Зиля, проживает в Германии, там же проживают и внуки Рассимы Асгаровны, она очень часто там бывает, видимо, еще и поправляет здоровье в этой замечательной стране. И, воспользовавшись вот такой ситуацией, таким режимом пребывания, и тем, что госпожа Мусина в определенном смысле делегировала свои обязательства и свои полномочия по управлению холдингом некой группе товарищей руководителей исполнительных директоров, видимо, ввиду этого господин Плеев счел возможным провернуть вот подобную операцию. На мой взгляд, это достаточно тревожная ситуация. Мы все гордимся пышкой, мы все пользуемся плодами трудов госпожи Мусиной. Это действительно очень качественная продукция. Это редкий пример тому, как можно на пустом месте в отдельно взятой республике создать отличные предприятия, охватившие довольно широкий спектр продукции и услуг для населения. Это замечательное предприятие. И я лично и многие беспокоятся о том, чтобы оно не попало в чьи-то недобросовестные руки, чтобы оно не было распилено, попилено, разбазарено и уничтожено. Пышка, по факту, действительно стала уже брендом, узнаваемым, важным, неким символом успеха, которого можно добиться в республике. И потерять этот символ, потерять этот бренд было бы недопустимо. Как говорится по следам наших публикаций, на прошлой неделе мы рассказывали про возмутительный случай штрафа для начинающего предпринимателя Азата Сулейманова и его предприятия Верхштат, которые оштрафовали за тонкий слой снега на 10 тысяч рублей. После этой публикации, буквально на следующий день, к Азату постучались в дверь. Пришли два печальных сотрудника АБЭПа, или как он теперь называется, в общем, милиционеры, которые у нас расследуют экономические преступления, и сообщили, что им поступил сигнал о том, что в этом помещении действует незаконный игорный клуб. Ну, Азат, прямо скажем так, растерялся и пригласил их посмотреть помещение. Милиционеры прошли, посмотрели, увидели деревообрабатывающую технику, стружки, опилки, доски. В общем, конечно, они не то, чтобы извинились, но удалились. Господа хорошие, перестаньте кошмарить бизнес. Помните, как говорил Путин, Медведев и прочее? Вот подобные заходы, это даже не 20 век, это же вообще какое-то средневековье. Вы кого еще пришлете туда? Санкт-Петербург, станцию, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, или комиссию по делам несовершеннолетних? Перестаньте кошмарить бизнес. Перестаньте кошмарить бизнес.